Слава Господу! Слава Господу! Не буду показывать пальцем, кто это был, но ибо имя его слишком известно. Ну, хорошо, и я, конечно же, буду проповедовать, делиться тем, что Бог вложил в мое сердце. И если вы как-то пишете, то можете записать название проповеди «Полное восстановление». Полное восстановление. И я верю, и я думаю, что вы также верите, что Божье желание, желание Божьего сердца – это восстанавливать наши жизни. Это поднимать нас, это благословлять нас, это поднимать, возможно, утраченное достоинство, это поднимать самооценку, это поднимать или менять наш взгляд на нашу жизнь, чтобы мы все-таки начали смотреть на себя Божьими глазами. Это сердце Божье, это сердце Отца. Кто в это верит, да скажет? Желание Божье поднимать нас, желание Божье благословлять, чтобы мы были счастливыми людьми, чтобы мы были удовлетворенными людьми, чтобы мы были сами благословенные и чтобы мы стали благословением для других людей. Вы помните историю о блудном сыне, когда блудный сын, да, он все прокутил, он все растратил, и он остался у этого свиного корыта. И когда он возвращается, то написано, что этот сын, этот блудный сын, он готов был на то, чтобы быть просто вместе с работниками. Он готов был на то, чтобы разделить, ну, участь, ну, не участь, но разделить жизнь просто с работниками, с рабами. Он готов быть рабом, но в Доме Божьем. Но каково было его удивление, как отец отреагировал. И мы видим, что отец не предъявляет ему претензии. Мы видим, что отец не дает ему даже какое-то время, знаете, на восстановление. Иди поработай, там посмотрим на твое поведение, насколько искренне твое покаяние, да, и мы посмотрим. Но мы видим, как отец, он бросает все, как только он увидел своего сына, он бросает все, и он бежит к нему. Он надевает перстень, он надевает на него красивые одежды, он закатывает пир горой. И я вижу это сердце отца, который желает, чтобы дети были в Доме Божьем. Он желает, чтобы мы были восстановлены. Восстановлены в достоинстве, восстановлены в статусе, и чтобы в нашей жизни, на самом деле, чтобы мы сидели за Божьим столом. Скажи Аминь. Бог желает восстановить нас. И я думаю, что для этого блудного сына был большой сюрприз, да, он даже не ожидал, что Бог, что отец такое приготовил для него. Я, у меня трое детей, трое сыновей, и, конечно же, я как отец, я хочу, чтобы мои дети, они пошли гораздо, гораздо дальше меня, чтобы они были гораздо умнее меня, чтобы они были красивее. Ну, здесь вопрос, конечно, большой, но тем не менее. Чтобы они были красивее, чтобы они были успешнее, чтобы они были мудрее, чтобы они пошли гораздо, гораздо дальше меня. И я верю в то, что это сердце нашего Небесного Отца. Он желает нас восстанавливать. Скажи Аминь. И как происходит восстановление? Как Бог восстанавливает вообще жизнь человека? Первое, что происходит в восстановлении нашей жизни? Конечно же, мы приходим к Богу, мы каемся, мы призываем Его, мы призываем Иисуса, имя Иисуса, как Господа и Спасителя. И Библия говорит о том, что Дух Святой, Он приходит в нашу жизнь. И в нашем Духе поселяется сам Бог, тот Бог, который все держит в своей руке. И Он поселяется в нашем Духе, и наш Дух, Он восстанавливается, наш Дух, Он поднимается, да, или Он возрождается. И в нашем Духе, можно сказать, что в нашем Духе восстанавливается вот эта святыня, или жертва, вот этот жертвенник, Он восстанавливается в нашем Духе. И Библия говорит, что мы становимся храмом Духа Святого. И когда мы читаем с вами Ветхий Завет, то мы видим, мы читаем о храме, о Божьем храме, о храме Соломона, да, и мы видим с вами, что храм, он имел огромное значение для, вообще для Израиля. И так или иначе, вся жизнь израильтян, она была связана с храмом. Там три раза в год мы знаем, что все там взрослые населения, они должны были приходить в Иерусалим, они должны были быть у храма. И так или иначе, жизнь, она была связана с храмом. Политическая жизнь, закон, да, там провозглашался закон, там читалось Слово Божье, там была казна, то есть экономическая жизнь, она была завязана на храме. Закон, там был высший суд, Синедрион. И мы видим, что так или иначе, жизнь Израиля, жизнь государства, она была связана с храмом. И когда мы говорим о восстановлении нашей жизни, то первое, что Бог восстанавливает, Он восстанавливает вот этот храм, Он восстанавливает вот эту святыню внутри нас. И знаете, многие из нас, у нас не было уже ничего святого, ну, у многих из нас. И мы переступали, знаете, через какие-то святые вещи, мы переступали через святыни. Многие, знаете, были чужды, там, как слез родных, близких. И ты переступал это, и для кого-то это становилось уже, ну, как нормой жизни. Это было нормально, и даже уже совесть, она была настолько затоптана, что для многих это было нормально. Где-то своровать, что-то сделать, это было нормально. Все так живут. Но когда мы приходим к Богу, то Бог восстанавливает вот эту святыню внутри нас, в нашем сердце. И вдруг что-то начинает происходить, и то, что вчера было нормально, сегодня становится ненормальным. И то, что вчера я мог переступить, сегодня я не могу это переступить. Что это такое? Это Бог восстанавливает вот эти святыни. Он восстанавливает храм. И теперь Он хочет, чтобы так или иначе, вся наша жизнь, все сферы нашей жизни, они были завязаны на храме. Они были завязаны на Божьем присутствии. Чтобы мы приходили к Богу, и чтобы мы советовали с Ним. Господь, в этой сфере, как я должен жить, как я должен воспитывать детей, как я должен относиться к финансам, как я должен служить, как я вообще должен жить. Бог хочет, что Он хочет завязать теперь всю нашу жизнь на храме, на Его присутствии. чтобы мы имели отношение с Ним, чтобы мы имели совет с Ним. Скажите «Аминь». Но знаете, то, что я увидел? Я увидел это в Писании, что восстановления нашей жизни, этого недостаточно. Недостаточно просто иметь покаяние, недостаточно даже иметь вот эту встречу с Богом, переживание, когда вдруг, особенно в реабилитационных центрах, это очень ярко видно, когда человек вдруг, он говорит, слушай, там птички начинают петь, да, цветочки он увидел зеленые, уже давно он этого ничего не видел, вдруг мир окрасился в разные краски, вдруг какое-то вдохновение, мир пришел, радость, кто что-то подобное переживал? Это Бог пришел, мы встречаемся с Богом, мы переживаем Его присутствие. Но я вижу, что часть людей, переживая такие, имея сильные переживания с Богом, имея встречи с Богом, имея вот это внутреннее восстановление, потом что-то начинает происходить, и они теряют это, они утрачивают. И в Ветхом Завете есть история, которая записана в книге Нееме, там Ездры, Нееме, и там вообще эта история о том, когда Навуходоносор, да, если не ошибаюсь, Навуходоносор, он разрушает Иерусалимский храм, он уводит там часть, часть израильского народа, уводит в плен. И что мы видим? Что все разрушено, храм разрушен, стены разрушены, все разрушено. И потом приходит другой там царь, да, Кир, и он, Бог располагает его сердце к другим верованиям, он, ну, к разным верованиям, он лояльно относится к разным верованиям, и тогда он позволяет евреям восстановить храм. И там поднимается вот этот Ездра, да, поднимается группа людей, и они идут и восстанавливают храм. Храм восстановлен, казалось бы, все хорошо, казалось бы, все здорово, все восстановлено. Но в книге Нееме мы с вами читаем следующее. Давайте мы откроем книгу Нееме, 2 глава, 17 стих. «И сказал я им, Нееме говорит, вы видите бедствие, в каком мы находимся, Иерусалим пуст, и ворота его сожжены огнем. Пойдем построим стену Иерусалима, и не будем впредь в таком уничижении». Храм восстановлен, но Нееме поднимается, мы знаем, что Дух Святой, или Господь, Он поднимает Нееме, Он поднимает вот это желание, Он дает ему видение о том, что нужно восстановить стены вокруг Иерусалима. И Он говорит, послушайте, мы видим бедствие, вы видите бедствие, в каком мы находимся. Иерусалим пуст, и ворота его сожжены огнем. Пойдем построим стену, и не будем впредь в таком уничижении. Следующее, о чем мы должны с вами позаботиться в деле восстановления нашей жизни, это о том, чтобы стены вокруг храма, вокруг Иерусалима, они были восстановлены. Что такое стены? Стены – это как прообраз нашего мышления. Наше мышление должно быть изменено. Наше мышление, потому что до тех пор, пока наше мышление, оно не изменено, пока мы мыслим с вами старыми стандартами, то тогда враг, он легко атакует храм. И тогда вот эти стрелы лукавого, они легко достигают нашего духа, нашего сердца. И он легко достигает святого святых, вот этих святынь, и он разрушает. Но для того, чтобы враг, он не смог подойти к храму, для того, чтобы он не смог повредить святыни, вложенные Богом, то тогда мы должны позаботиться, чтобы стены, они были восстановлены, чтобы наше мышление, оно изменилось. И Библия говорит, преображайтесь обновлением ума вашего. И я бы назвал вот это преображение, это как строительство стен. Когда мы в сотрудничестве с Богом, мы в сотрудничестве со Словом Божьим, мы восстанавливаем вот эти стены, восстанавливаем стены. Стена за стеной, отрезок за отрезком, сфера за сферой. Но наши стены должны быть восстановлены. Кстати, неемия, как переводится, кто знает? Что означает неемия? Утешитель. Неемия переводится как утешитель. Это, знаете, это такая замечательная иллюстрация того, как Дух Святой, утешитель, сегодня помогает нам с вами выстраивать вот эти стены, выстраивать мышление. И когда началось восстановление стен, то там, конечно же, поднялась оппозиция. Всегда, когда мы идем в этом направлении, будет подниматься оппозиция, будет подниматься тот, кто не захочет, чтобы наше мышление стало другим. Неемия, 4 глава. Давайте посмотрим с 1 стиха. Неемия, 4 глава, с 1 стиха. Когда услышал Санавалат, что мы строим стену, он рассердился и много досадовал, и издевался над иудеями, и говорил при братьях своих, и при самарийских военных людях, и сказал, что делают эти жалкие иудеи. Неужели им это дозволит? Неужели будут они приносить жертву? Неужели они когда-либо закончат? Неужели они оживят камни из груд праха, и при том пожжены? А Тови, аммонитянин, бывший подле него, сказал, пусть их строят, пойдет лисица и разрушит их каменную стену. И вот эти вот враги, они поднялись, Санавалат хоронит, Тови, аммонитский раб, и они начинают досаждать, они начинают препятствовать делу восстановления стен. И знаете, вот дьявол, он ничего нового не придумывает. Вы знаете об этом? Он ничего нового. У него те же методы. И как он атаковал тысячи лет назад, примерно так же он атакует и сегодня. Может быть, он более изворотливый становится, но придумать нового он не может. Он может только что-то копировать, да, или извращать. Итак, я хотел бы показать несколько пунктов того, как дьявол атакует, или сферы, в которые дьявол бьет, вот в деле восстановления нашего мышления. И первое, на чем здесь делает акцент вот этот Санавалат, первое, что он говорит, что делают эти жалкие иудеи. Мы прочитали здесь с вами. Первое, что делают эти жалкие иудеи. Во-первых, дьявол будет нападать на нашу личность. Он будет нападать на нашу личность. Что делают эти жалкие иудеи. Другими словами, он будет говорить, ты кто такой вообще по жизни? Вот я понимаю, вот тот, а ты-то куда лезешь? Ты кто такой? Звать тебя никак. У тебя нет ни родины, ни флага, ни образования, ни возможности. Ты наркоман. А ты ему скажи, ты наркоман. И знаете, когда он скажет, ты вор, ты скажи, да ты вор, могу по Писанию тебе показать. И знаете, и первое, что мы должны себе уяснить, мы не должны советоваться с дьяволом по поводу того, кто я, кто мы, но мы должны смотреть в Слово Божие и день за днем утверждаться в том, кто мы есть. И Слово Божие говорит, что я Сын Божий. Слово Божие говорит, что ты Дочь Божья. Скажи аминь. И когда дьявол приходит и говорит, ты кто такой? Ты посмотри на себя, ты посмотри. После тебя только разруха, после тебя только слезы, всю жизнь были. Но сегодня ты можешь сказать, послушай, сегодня я Сын Божий. Сегодня я благословенный человек. Я счастливый человек. Я богатый человек. Я успешный человек. Я благословенный, и я буду благословением для других людей. Скажи аминь. И когда ты, когда мы намеренно, когда мы намеренно утверждаемся в этом, намеренно, мы разворачиваем свое мышление и утверждаемся, и дьявол говорит, да ты посмотри, посмотри на ситуацию, посмотри на обстоятельства, да у тебя ничего нет, ты голодранец. И ты говоришь, это пока. Знаете, когда мы читаем вот эту книгу Ниеми, и там был один момент, тяжелый момент, когда они строили стену, когда они строили стену, то они устали, там им приходилось даже своих собственных детей отдавать, отдавать как в аренду, ну типа в рабство, чтобы получать деньги, чтобы просто питаться. И вот они приходят к Ниеми и говорят, Ниеми, у нас нет денег, у нас нет возможности, мы устали, тем более они строят это все под давлением, дьявол атакует. И Ниеми сказал, послушайте, братья и сестры, у нас нет другого выбора, нам нужно продолжать строить стену, продолжать строить стену. И когда дьявол приходит и говорит, да у тебя ничего нет, приходит какое-то давление, просто скажи сам себе, я просто продолжаю строить стену, еще не время. Завтра стена будет построена, завтра придет прорыв, завтра придут благословения, сегодня нету денег, завтра будут, сегодня нет исцеления, завтра будет исцеление, скажи аминь. Я продолжаю, я продолжаю строить стену, я сын Божий, и я знаю, что у моего отца, у него все деньги, у него все благословения, он все держит в своей руке. Просто я еще несовершеннолетний, просто рано мне еще это давать. Я еще не построил стену, я еще недостаточно возрос, я еще недостаточно зрелый, но я знаю, что завтра будет лучше, чем сегодня. Скажи аминь. И когда мы день за днем, когда мы шаг за шагом, мы вникаем в Писание, и мы утверждаем свою жизнь на том, что Библия говорит о нас, что я сын Божий, я благословенный человек. Скажи аминь. И желание Бога это поднять, желание Бога это восстановить нашу жизнь, восстановить наше мышление. И это реально, реально, чтобы наше мышление, оно поменялось. Интересно, вы помните, я уже цитировал, что преобразуйтесь обновлением ума вашего. Интересно, что вот это слово, преобразуйтесь обновлением ума, это то же самое слово преобразование. Это то же самое слово, когда Иисус преобразился на горе преображения. То же самое слово, когда Иисус, вдруг его одежды стали блистающими. И до этого момента они смотрели, возможно, ученики, они смотрели на Иисуса просто как на человека, как на пророка, как на того, кто разделяет с ними хлеб, как на обычного приземленного человека, возможно, но здесь они поднимаются на гору преображения, и вдруг Иисус становится для них другим. Вдруг его одежды делаются блистающими, вдруг приходит Илья, Моисей, вдруг голос слышат они с небес, что это сын мой возлюбленный, его слушайте. И знаете, когда наше мышление, оно преображается, то наше мышление, оно должно подняться с земных каких-то категорий, наше мышление должно стать небесным мышлением, чтобы мы начали смотреть на обычные обстоятельства Божьими глазами. И когда мы смотрим на какую-то нехватку, когда мы видим какие-то обстоятельства, то тогда мы можем сказать, нет, это все временно, нет, придет прорыв, придет восстановление. Когда мы смотрим Божьими глазами с перспективы неба, мы говорим, в Царстве Божьем такого быть не может, да придет твое Царство, да будет воля твоя на земле, так же, как и на небе. А в Царстве Божьем все замечательно. Аминь. Хорошо. Итак, скажи соседу, я сын Божий, если что. Имею в виду. Следующее, что они говорят, второе, неужели им это дозволят? Что-то кто-то кому-то доказывает, да, что он сын? Неужели им это дозволят? И вот затем дьявол, он будет, знаете, он будет обвинять, он будет сомневаться в мотивах. Он будет сомневаться в мотивах. Он будет говорить, да у тебя вообще неправильные мотивы. Ты вообще вот, ну, ты же несовершенный человек. Ты вот это хочешь, вот, кто хочет, чтобы ваше служение было, вот, выросло так, чтобы очень большое было? Кто хочет, поднимите руку. Я хочу, чтобы у меня вообще большая церковь была. Аминь. Да будет так. И дьявол, знаете, иногда может, а почему ты это хочешь? А для чего ты? И, знаете, и часто он будет находить какие-то вот темные пятна. И будет говорить, да ты же вот хочешь из-за этого, из-за этого, из-за этого. Вот, скажите, здесь святые люди есть? Поднимите руку, святые. Хорошо. А грешные люди есть здесь? Поднимите руку. Что-то я не понял. Да, Павел говорит, да нормально все. Так я не понял, вы грешные или святые? Святые грешники. А, сейчас святые, когда выйдете там. И, знаете, какой-то парадокс. То ли святые... Не, но ведь мы святые, правильно? Но мы святые, это почему? Не из-за наших дел. Не из-за наших поступков. Потому что, если, знаете, если смотреть на наши какие-то темные пятна в нашей жизни, то тогда мы вообще разочаруемся и мы скажем, ну никакие мы не святые. Но мы святые, почему? Потому что мы осознаем свою греховную натуру, и мы пришли к Богу и говорим, Господь, я нуждаюсь в Тебе, я нуждаюсь в Твоей силе, я нуждаюсь в силе Креста. И тогда, когда я это осознаю, то тогда сила Креста, она приходит в мою жизнь, и она меняет мой характер, меняет мои мотивы, если даже в какой-то момент они были неправильные. Но он приходит и восстанавливает все. Скажи Аминь. Ион Гичо, я читал в его книге, он мечтал о том, чтобы иметь самую большую церковь. И потом, когда Бог дал ему уже эту большую церковь, он сам пишет, он говорит, тогда у меня были неправильные мотивы. Но я хотел. И знаете, я верю, что когда мы хотим делать что-то для Бога, конечно, мы разбираемся с мотивами, Дух Святой нам показывает, Он меняет нас. Но когда мы хотим что-то делать для Бога, Бог позаботится, Он исправит, Он откорректирует. Аминь. Но тогда, когда ты смотришь и говоришь, я несостоятельен, или я не могу, у меня может быть неправильный мотив, то ли правильный, то ли неправильный. Нет, лучше я не буду ничего делать. Нет, в таком случае у нас ничего не выйдет, никакого восстановления. Но тогда, когда ты говоришь, Господь, я доверяю Тебе, я несовершенный, да, у меня там много чего неправильного, но я хочу следовать за Тобой, я хочу исполнять Твою волю. Тогда Бог приходит и что-то совершает. Знаете, есть в Ветхом Завете одно странное местописание, когда там Бог дает указания по поводу прокаженных. И Он говорит, прокаженный должен прийти к священнику, и священник должен либо гласить его чистым, либо нечистым. И интересна там такая вещь. Если к священнику приходит человек, и написано, что он от макушки головы до подошв ног, он весь белый, весь покрыт проказой, скажите, что священник должен сказать на это? Чист, ну здесь все знают Писание, да? Но это странно. Когда такой человек, весь покрытый проказой, он приходит к священнику, и священник осматривает его, и не находит ни одного живого пятна, ни одного живого места на теле, то тогда он объявляет его чистым. Не странно ли это? Странно. Очень странно. Очень странно. Но знаете что? В Ветхом Завете не было ни одного такого прецедента. Ни одного. И не было ни одного исцеленного человека от проказа. Я имею в виду из израильтян. Мы знаем не Иман, но это не человек Завета был. Ну ты скажешь Мариам. Но Мариам, она когда там покрылась, и потом сразу же получила исцеление, она не была объявлена прокаженной. То есть, ну я исследовал этот вопрос специально. То есть, за всю историю израильского народа не было ни одного исцеленного человека. То есть, такого прецедента не было, чтобы кого-то священник объявил чистым. И все евреи, они знают, что это вообще мессианское чудо. Они знают, что только Мессия может это сделать. Они знают, что придет определенный момент, и придет Мессия, и Он объявит, и Он сможет исцелять. И мы знаем, что Иисус пришел, и Он начал освобождать вот этих грешников. И почему я это все говорю? Потому что часто мы смотрим на себя, и мы говорим, ну в общем-то, ну да, у меня есть недостатки, но в общем-то я хороший человек. Я никого не убил, никого не съел, да, я ни у кого не украл. Я, в общем-то, неплохой человек. То есть, живых пятен на моем теле гораздо больше, чем проказы. И тогда мы приходим к Богу с таким отношением, и Бог смотрит на нас, и что говорит? Нечист. Ну тогда, когда мы приходим к Нему, и мы говорим, Господь, я нуждаюсь в Тебе. Я, на мне нет живого места, я грешник, от макушки головы до подошв в ног, я нуждаюсь в Тебе. И тогда вот эта вот сила Креста, сила восстановления, сила воскрешения, сила Святого Духа, она приходит на нашу жизнь, и тогда Бог смотрит на нас и говорит, чист. И тогда Бог поднимает нас, восстанавливает нас, и тогда сила Божья, она действует в нашей жизни. Аминь. Аминь. Хорошо, следующее, следующее, третье, этот Санавалат, он говорит, неужели будут они приносить жертвы? Неужели они будут приносить жертвы? То есть потом он будет пытаться заставить нас сомневаться в наших отношениях с Богом. Он будет заставлять нас, он будет, знаете, наше мышление, он будет говорить, да Бог, Он не любит тебя, да Бог, после того, что ты сделал, Он отвернется от тебя. И тогда что нам нужно сделать? Тогда нам нужно сесть, открыть Слово Божье и сказать дьяволу, дьявол, давай будем читать Писание с тобой. Давай, повторяй за мной. Вслух. И ты открываешь Римлянам 8 главу 39 стих и читаешь, ни высота, ни глубина, ни другое какое творение не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе Господе нашим. И ты говоришь ему, и все бесы доскажут. И потом говоришь, воздайте славу Господу. Помните историю про Авраама? Скажите, Авраам, он был совершенным человеком? Конечно нет. А здесь совершенные люди есть? Нет. И вот Авраам, помните историю, когда он с Сарой приходит к одному царю в одно царство, там Авимелех его, по-моему, звали, или Ахимелех, ну, короче, неважно. Он приходит, и Сара, она очень понравилась этому царю. Кстати, кто знает, сколько лет было на тот момент Саре? 70, я смотрю на него, чуть-чуть 2. Или 60 все-таки. Ну, в принципе, небольшая разница. Что 60, что 70. И вот представьте, она была настолько красива, что этот Авимелех, он просто, он говорит, это кто? Это что за девушка такая? Что это за красавица? И Авраам даже напугался, и он сказал, это моя сестра. Это была правда, но не полная, потому что она была, ну, она была его сестрой, там, по-моему, двоюродной, но она не была его, ну, как, она была еще женой. И он испугался, и отдал ее в гарем. Представьте, отец веры, это не кто-то. Это отец веры, отдал свою жену в гарем, к царю. И причем там написано, и хорошо было Аврааму ради Сары. Я не знаю, как, ну, то есть, это времена какие-то, нравы непонятные. Если бы в наше время, да, ну, вот, представь просто, жена, что бы ты сделала со своим мужем после этого? И как бы ты к ним, а, Аврааму классно было ради Сары. Видать, ему там поляну накрыли, в гостиницу его поселили, ему все хорошо было. И вот представьте, Бог приходит, Бог приходит ночью к этому Авимилеху, будет его, и говорит, ты что творишь вообще? Я Авимилех говорю, что я творю? Я, он говорит, я сейчас не знаю, я тебя разорву, я не знаю, что с тобой сделаю. Ты взял жену Авраама, он говорит, да я вообще не знал. Он говорит, а мне какая разница? Незнание закона не освобождает от ответственности. И он говорит, и Бог говорит, быстро беги к моему человеку, к моему пророку. Он возложит руки на тебя, помолится, и снимется с тебя грех твой. Я бы Авраама отправил бы к Авимилеху. Потому что, ну, Авимилех-то здесь при чем? И знаете, какой вывод, какое откровение отсюда? Кто был Аврам? Аврам был человеком завета с Богом. Он посвятил свою жизнь Богу. И я уверен, я уверен, что если мы посвятили свою жизнь Богу, если мы люди завета с Ним, если мы положили всю свою жизнь ради Него, то тогда, даже тогда, когда мы несовершенны, даже тогда, когда мы ошибаемся, что-то делаем не то, я верю, что все равно Бог будет на твоей стороне и на моей стороне. Он скажет, это мой человек, я позабоюсь, я покрою все, я откорректирую, любящим Господа и призванным по его изволению, все содействует ко благу, скажи аминь. И потом, мы это не будем все открывать, потом интересно, стоит Авраам, это вообще интересно, ну уже после всех этих событий. И к нему подходит Авимилех, его военачальник, ну можно, знаете, картину представить, позади них там, ну войско стоит, там танки, не знаю, пулеметы, самоходки, то есть армия встает, ну все они там, и стоит Авраам. Тут мед, тут овцы тут ходят, он ну как бы с палкой, там представьте, силища стоит, и стоит Авраам, и Авимилех ему говорит, Авраам, я дословно говорю, что там написано, он ему говорит, Авраам, не обижай нас, пожалуйста. Мы знаем, что с тобой Бог, не обижай нас, я знаете, примерно вот так вот, ну вот как дети, знаете, говорит, не обижай, мы знаем, что с тобой Бог, брат и сестра, если будет с тобой Бог, если с нами Бог, то с нами все, аминь. Если Бог за нас, то кто против нас? Бог даст такое помазание, такую мудрость, такую силу, если только Бог с нами. Цари будут стоять и говорят, Федя, не обижай меня, Паша, не обижай меня, Миша, Даша, Глаша, пожалуйста, не обижайте нас. Ну ладно, аминь, пойдем дальше. И я уже так, уже ближе к концу мы с вами идем. Четвертое, четвертое, он говорит, неужели они закончат? Неужели они смогут закончить? Неужели они оживят камни из груд праха и притом пожженные? И знаете, враг будет пытаться убедить нас, что у нас нет способности завершить нашу миссию, да, нет способности завершить начатое дело. Но ты также можешь открыть Слово Божье и сказать, мой Бог есть альфа и омега. Мой Бог есть начало и конец. И если Он начал во мне делать доброе дело, если Он начал свою работу, если Он призвал меня, то я могу надеяться, что Он и закончит, и Он доведет до конца. Моя задача как-то просто вцепиться в Него, моя задача держаться за Него. Как у меня там, ну, средний сын, он иногда вцепится мне за ногу, говорит, папа, пошли. И я его, шук, шук, волокую его за собой. И вот наша задача, знаете, вцепиться за Бога, а Бог нас дотащит до конца. Аминь. Бог доведет до конца, потому что Он есть начало и Он есть конец. Он есть альфа и омега. И мы можем быть в этом уверены. И когда ты смотришь на какие-то обстоятельства, тогда, знаете, есть искушение сдаться. Иногда есть искушение. Есть искушение начать сомневаться. Есть искушение начать роптать. Но тогда, когда ты просто говоришь, нет, если Бог начал во мне доброе дело, если Бог призвал меня, это не я Его избрал, это Он меня избрал, то я могу быть уверен, что Бог позаботится, Он доведет дело до конца. Скажи аминь. Аминь. Можно музыканта? И последний, последний пункт мы посмотрим. И там Товия уже добавляет, аммонитский раб, он добавляет, знаете, как контрольный выстрел. Если все это не сработает, то он говорит, пойдет лисица и разрушит их каменную стену. И знаете, в конце концов, он будет нападать на качество вашей работы, моей работы, на качество вашего служения, моего служения. И знаете, вот то, что я вижу, я вижу, что так-то вот если посмотреть по-человечески, ну у нас же в жизни далеко не все идеально. Так или нет? И вот иногда посмотришь, и там что-то, и в этой сфере что-то не так. Мне как-то, ну не так давно, ну как-то вот, что-то вот все, знаете, как-то сошлось, что-то меня нагрузило, я просто, ну я не погружаюсь никогда в такие вещи, в нехорошие. Если я что-то чувствую, я быстро выхожу, слава Господу. Но, ну знаете, ну все равно бывает, мы же люди, так или нет? Бывает, что раз что-то вот, ну нагрузило, наперло, да? Или наперло, да? И ты вот, и я сижу, и мне вот, знаете, вот такой голос. Че ты типа такой крутой, типа пастор что ли? Такой весь умный. Смотри, у тебя вот в этой сфере недостатки, в этой сфере, в этой сфере. И я смотрю, везде у меня есть какие-то минусы. У кого-то так же, или только у меня так? Ну так, если смотри, смотрю, и тут что-то не так, и тут не так, и это не так. И я так думаю, ну правда. И знаете, потом, вот я верю, что Дух Святой пришел, и Он начал говорить свое послание. И знаете, и Он даже, я увидел как видение, пастор говорит, я движусь сейчас пророченки к этих, но это такое видение разума, как, но я увидел, знаете, такую картину, такое математическое действие. Вот Бог пришел, и знаете, что Он мне показал? Пример такой математический. Плохо в какой-то сфере. Плюс плохо, плюс плохо, плюс плохо, плюс плохо, равно замечательно. Равно жизнь прекрасна и удивительна. Аминь. И тогда дьявол, он в панике, он говорит, да ты что, ты посмотри, ты посмотри, у тебя это, у тебя то, у тебя это. Я говорю, не, равно замечательно, равно вся слава принадлежит Господу. Аминь. Когда мы смотрим на таких, как людей, как Ник, помните Ник, вот без рук, без ног, и можно сказать, да какая жизнь, да как можно жить вообще? А он живет, тысячи, уже, наверное, миллионы людей, они приходят к Господу через его свидетельство, он встречается с сильным и мира сего, и он говорит, вся слава в моей жизни принадлежит Господу. И он говорит, я счастливый человек, у него уже двое детей, замечательная жена. И дьявол, я думаю, он в панике, он говорит, ты что, ты обрати внимание, ты посмотри, все люди нормальные, ты посмотри, как ты живешь. Он говорит, да я плевать хотел. Вся слава принадлежит Господу. Аминь. И тогда Бог, и знаете, иногда ты смотришь на служение, смотришь на церковь, и не все может быть хорошо, не все замечательно. Иногда ты кого-то слушаешь, меня сейчас вы слушаете, и вы думаете, что, ну, я вообще там, знаете, там, ну, такой духовный весь, все вижу, все слышу, все понимаю. Это, нет, конечно. Порой ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не понимаю. Кстати, я заметил, чем дольше живешь с Богом, тем меньше что-то понимаешь. Я после реабилитации думал, я все знаю. Вот я три месяца вышел, я вообще знал ответы на все жизни, на важные вопросы. И советы еще давал всем. Сейчас я как-то вообще, думаешь, вообще не знаю, что и как. Как? Приходят, допустим, на консультацию, ну, муж и жена, да, там, какие-то проблемы. Ее слушаешь, охота его убить. Его слушаешь, охота ее убить. И какой вообще, какой совет, и ты думаешь, Господи, помоги, пожалуйста, помоги. Потому что наша жизнь зависит от него. И ты смотришь на какое-то несовершенство, смотришь на все на это. Но ты понимаешь, что когда ты с Богом живешь, то, знаете, Бог явит свою славу. И ты, возможно, пастор домашней группы. И ты смотришь на своих людей. Ну, простите, и один хромой, ну, духовно, да, второй слепой, третий глухой. И они друг с другом ругаются и бунтуют против тебя еще все. И ты смотришь на это, думаешь, ну, и тебя еще говорят, пастор, там, домашней группы, пастор, великий служитель. Ты смотришь на все на это, думаешь, ну, знаете, проходит время. Ты не бросаешь это, не бросаешь. И смотришь хромой, исцеляется. У глухого уши открываются, у слепого глаза открываются. Ты через это, через все становишься смиренным человеком, научился смирению. А Бог смиренным дает благодать. Бог поднимает тебя, Бог поднимает твое служение, поднимает твоих людей. И проходит время, и ты смотришь, все замечательно. Аминь. Ты смотришь, жизнь прекрасна и удивительна. Почему? Потому что мы с вами, мы Божьи дети, и Бог благословляет нас. Я тут, ну, мы когда только строили здание, вот новое здание, я как-то приезжаю, ну, и там выкладывали стену. Я приезжаю, я смотрю, она вот такая вот, знаете, как яйцо. Она там 60 метров длиной, она как яйцо. Я подъехал. Тут смотрю, думаю, ну, я повар. Я учился на повара, и то я вижу. Ну, как бы, я зову, зову нашего, ну, прораба, ну, как бы, специалиста, ну, как всем кажется. Ну, как бы, и он, ну, то есть он, ну, делает вид, что он все понимает. Ну, я, конечно, сейчас шучу. Ну, понимает, думаю, хоть кто-то должен понимать. Я говорю, Серег, ты посмотри, что-то это, ну, как бы, это нормально. Он раз, ну, есть маленько. Я говорю, да-ка что, нельзя было поровнее? И он, знаете, он такую вот крылатую фразу для всех строителей мне говорит. Да вытянем. Они все строители, они ему ничего. Да вытянем, ничего там. Я смотрю на все на это. Ну, мы люди. И что-то не так, что-то там не получается. Здесь не... Помните Павел? Апостол Павел, он пишет послание к Коринфянам. И они начинают там претензии ему предъявлять. Говорят, да ты кто такой вообще по жизни-то? Он говорит, да вы что, да я родил вас, да я... Да вы что, да я... И знаете, можно было там разборки. Вот у вас бывает иногда желание выяснить отношения с кем-нибудь? Скажи, каждый день вообще. У меня тоже, вот у меня как у пастора, у меня, знаете, искушение его. А ты почему не пришел? А ты почему не зашел? А ты почему не позовешь? Но я намеренно, я говорю, да мне какая разница? Зачем? Я намеренно, я гашу это все. Мы ходим перед Богом. Мы ходим перед Богом. Как я помню, к пастору подошел еще давно, служил в центре, в Ачинске. И захотел куртку купить. Подхожу, говорю, пастор, вот у меня, я хочу куртку купить. Ну, дело же хорошее, ну, ему объясняю, все там было, это... Манипуляции подключаю все эти. Говорю, ну, у меня тогда, если я куплю, это две зарплаты, а на десятину у меня не хватит денег. А можно я десятину потом двойную отдам через там два месяца? Он говорит, ты кому десятину даешь? Я говорю, ну, Богу. Говорит, ну, иди у него и спроси. И вот, знаете, охота с кем-то там, с кем-то выяснить отношения. И думаешь, а зачем? Господу все вопросы. Мы дети Божьи все, аминь. Пусть с ним там разбираются. И вот Павел, представьте, он родил, ты вроде воспитал, ты вкладывал душу, а человек вот так отнесся к тебе. Но я вижу, знаете, Павел, как смотрит, его взгляд, как его мышление, оно Божье мышление. И помните, как он начинает свое послание, первое послание к Коринфянам. Он смотрит на весь этот беспредел. И он пишет, святые, призванные, освященные, Божьи дети. Вы знаете, он смотрит глазами веры на все. Он смотрит Божьими глазами. Он не смотрит, он, знаете, потом, он, конечно, объясняет, говорит, кто-то Павла, кто-то Аполлосов, да разве Христос разделился, но, знаете, поверх всего, поверх всего этого. Он говорит, нет, ребят, вы святые, вы призванные, у вас все получится, у нас все будет хорошо. Мы делаем дело Божье. Не смотри на свои недостатки, смотри на Иисуса. И Он явит свою славу в твоей жизни. Он соединит нас, Он изменит, Он откорректирует, Он изменит наши мотивы, Он изменит наш характер. И мы вместе будем наслаждаться Божьим присутствием. Скажи Аминь. Давай дадим Господу аплодисменты. Когда Иисус идет в Гефсиманский сад, Он берет с собой лучших из лучших. Он берет с собой Петра и Анна Якова. Это лучшие из лучших. Лучшие. Он приходит и говорит, братья, молитесь, решается судьба мира. Судьба мира решается. И Он идет молиться. Там у него пот, как капли крови. Он возвращается. И что они делают? Они спят. Они спят. Я думаю, Он в шоке. Знаете, Он говорит, вы что? Вы не могли бодрствовать один час? И Он идет опять молиться. И я думаю, Он спрашивает у Отца. Отец, неужели ты на них хочешь оставить дело спасения мира? Неужели ты на них хочешь возложить эту ответственность? И потом Он говорит, впрочем, не моя воля, но твоя да будет. Не моя воля, воля да будет твоя. И мы знаем, что эти же самые люди, эти же самые люди, они встали и они понесли Евангелие. И они умерли за Христа. И знаете, когда мы в церкви, мы смотрим на людей, мы смотрим на их недостатки. Иногда мы говорим, прежде чем тебе начать что-то делать для Господа, тебя должны причислить к лику святых. Ты должен там все, ты должен заслужить, ты должен заработать. И только потом, и только потом ты будешь расставлять стулья. Но когда мы говорим, послушай, мы должны вот с того места, где мы находимся, с нашим пониманием, с нашим характером, с нашей жизнью, с этого момента мы должны начать служить Господу. Мы должны начать что-то строить, мы должны делать вот эти шаги. А Бог со своей стороны, Он позаботится, Он поднимет, Он изменит, Он направит, восстановит нашу жизнь. Аминь. И тогда ты смотришь, вчерашние грешники, вчерашние мытари, вчерашние беспредельщики, разбитые люди, разрушенные, ты смотришь, они становятся великими мужьями и женами. Они становятся пасторами, служителями, евангелистами, апостолами, пророками. Почему? Да потому что это сердце Божье восстанавливать нашу жизнь. Это сердце Божье поднимать нас, восстанавливать. И последнее местописание мы не будем открывать. И там было время, знаете, когда вот эти атаки на этих людей. И там стены строили все, братья и сестры. Стены, там целая глава, она посвящена тому, кто строил стены. И там не строители профессиональные строили стены. Строили стены священники, строили там бизнесмены, строили разные люди. Учители, я не знаю, бывшие наркоманы, бывшие алкоголики, тунеядцы, бездельники. Все строили, весь народ строил стену. Весь народ. И написано, что в одной руке у них было копье, а в другой руке у них был мастерок. В одной руке у них было копье, они отражали стрелы лукавого, они отражали все эти атаки. В другой руке у них был мастерок. Мы в церкви с вами, мы все строим вот эту стену Мы помогаем друг другу Мы строим наши стены, стены нашего мышления Но также мы помогаем друг другу Мы помогаем друг другу И мы говорим, брат, мы приходим в домашние группы Почему важно быть в домашней группе? Мы приходим в домашние группы для чего? Чтобы помочь друг другу построить стены Чтобы помочь друг другу восстановить наше мышление Когда мы говорим, у тебя все получится Когда мы начинаем пророчествовать и говорить, ты великий человек, у тебя есть великое призвание, и мы поднимаем друг друга, и эти стены восстанавливаются, церковь становится сильной, я становлюсь сильной, потому что святое святых, Божье присутствие, оно под защитой, и это есть Божье восстановление. И весь народ Божий-то скажет Аминь. Давайте поднимемся и помолимся. Господь, я прошу Тебя, благослови каждого из нас, я благодарю Тебя за эту привилегию, за эту возможность быть в Твоем доме, быть в Твоей церкви. Я благодарю Тебя, спасибо Тебе за Твое отношение, за Твое сердце, Ты тот, кто восстанавливаешь, Ты тот, кто поднимаешь. И я прошу Тебя, подними, Господь, здесь, на этом месте, в этой церкви, своих великих мужей и жен Божьих, Господь, я прошу Тебя, во имя Иисуса Христа, подними, Господь нас, подними, дай нам видеть Твою славу, не дай нам остановиться. Дух Святой, Ты утешитель, и как Неемия, Он строил стену, и я знаю, что Ты сегодня помогаешь нам строить, Ты помогаешь менять наше мышление, Ты меняешь наш характер, Ты меняешь наши мотивы. Спасибо Тебе за силы, которые Ты даешь нам, чтобы следовать за Тобой. Я благодарю Тебя, я благословляю моих братьев, моих сестер во имя Иисуса Христа, и пусть придет восстановление во всех сферах, и Тебе да будет слава пусть. Аминь. Слава Иисусу!